Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами про спекуляции на недорогих, но китайских компаниях, акции которых представлены на американской бирже. Первой из них у нас будет компания с тикером KC, Kingsoft Cloud Holding Limited. Значит, если взглянуть на дневной график, то мы видим, что вчера буквально произошло довольно-таки интересное событие, именно пробой с закреплением относительно сильного уровня, который мы видели здесь. И это была цена по 2.37 доллара, и дневной это график, мы слева видим, что это минимальная цена за долгий период времени. Если сегодня произойдет открытие по цене, равное ли ниже закрытию вчерашнего дня, которое было по 2.26, то это очень хороший сигнал для спекулятивной продажи, при том не забываем, что стоп лосс мы поставим выше самого уровня, например, по 2.40, ну а тейк профит не меньше, чем 3.4 к 1. Значит, в чем причина такого падения? Если мы посмотрим статью по поводу этой компании, где высказывается предположение, с чем это связано, то, если в двух словах говорить, то это финансовые показатели. Из-за этого произошло вчера довольно-таки крупное падение, больше чем на 14%. Ну и вообще я вам рекомендую иногда читать фундаментальный анализ про компании, которые у вас попадают на лист домашней работы. Здесь довольно-таки хорошо объясняется, почему у этой китайской компании есть определенные, скажем так, проблемы, и можно попробовать ее сегодня зашортить. Другая компания с тикером LU. Вот, довольно-таки тоже интересная ситуация. Мы видим здесь пробой с закреплением относительно этого уровня. Цена у нас 3.80, тут все правильно. Немножечко здесь точнее сделаем, вот так вот. Вот. Тоже получилось вчера огромный объем, 5 миллионов акций. Притом напоминаю, что это все возможно торговать в компании GERCHEK INCO на проекте GERCHEK STOCKS через торговую платформу TradeZero. Здесь вы торгуете настоящие акции, а даже не CFD, а настоящие акции. Притом порог входа значительно меньше, чем у других брокеров. Здесь мы с вами видим, что также этот уровень был минимальный из ранее достигнутых. И мы видим с вами пробой с закрепления ниже вот этого значения 3.80. Если сегодня также откроется по цене закрытия вчерашнего дня, а лучше даже ниже, а закрытие вчера было, как видите, по 3.70, то спекулятивный шорт со стопом выше этого уровня, например, по 3.85, выглядит вполне даже логичным. Ну и не забываем Take Profit. Не меньше чем 3, а лучше 4 к 1, особенно если вы новичок. Торгуйте в компании GERCHEK INCO. Здесь огромный выбор торговых инструментов, и акций, и CFD на акции, и золото, платина, палладий, и даже криптовалюты. Торгуйте, зарабатывайте, и до встречи на следующих обзорах. Удачи и до свидания.